Новые объекты для качественной жизни. Сразу в двух населенных пунктах Яльчиковского района накануне перерезали красные ленты. В муниципалитете открыли новую дорогу и фельдшерско-акушерский пункт. Подробности у Дмитрия Ковалева. Село Малая Таеба и деревню Петровка эта дорога связала еще в 70-е годы. Местные жители говорят, что все это время здесь проводили только ямочный ремонт. По трассе возможно было передвигаться разве что на джипах и тракторах. Раньше, рассказывают местные жители, эту дорогу водители лиховых автомобилей преодолевали с большой осторожностью и старались двигаться по обочине, нежели по основной трассе. На пути встречалось большое количество ям во время обильных осадков. Сюда не могли заехать даже пожарные машины. Ремонт дороги растянулся больше, чем на год. Строителям пришлось снимать старый асфальт и укладывать новое полотно. Трасса стала шире, а после реконструкции здесь появилась и обочина для пешеходов. Раньше, говорят местные жители, им приходилось месить грязь и передвигаться по краю оврага. На ремонт дороги из бюджета было выделено более 55 миллионов рублей. Но деньгами все измерить невозможно. Это делается для того, чтобы молодые люди, наши ветераны, куда хотят, смогли поехать в любую погоду. Скоро откроют здесь общественный транспорт, люди будут ездить на общественном транспорте. И вообще, тем самым, жизнь она будет уже на другом уровне. Это меня радует. Вот очень много молодых таких юношей и девушек, молодых мам. Первыми по вновь открытой дороге проехали не автолюбители, а молодые мамы с колясками. Селяне говорят, что для них это долгожданное событие. Замечательная дорога. Давно вдали эту дорогу. Всегда сейчас будем ходить гулять. Местные власти готовят и другой подарок. Скоро здесь запустят новый автобусный маршрут. В деревне Еметьево тоже звучали фанфары. Здесь после реконструкции открылся фельдшерско-акушерский пункт. В районе это уже второй по счету современный ФАП. Здесь установили новую аппаратуру, компьютеры, подвели водопровод и газ. Раньше о таких условиях медикам приходилось только мечтать. Раньше у нас было старое здание. Там, конечно, удобства были не очень-то. А вот это здание нам со всеми удобствами очень нравится. Надеемся, что и обслуживание будет очень хорошее. Очень рада, очень. Мы всей деревней радуемся сейчас. Новый ФАП этой деревни действительно необходим. Он обслуживает более 300 пациентов. В районе качественная медицинская помощь станет доступнее другим селам. До конца следующего года здесь построят еще 4 подобных объекта. Всего по республике планируют возвести 100 ФАПов. Дмитрий Ковалев и Сергей Рябчиков. Республика.